За имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сёстры, Иже хочет по мне идти, да отвергится себе, и возьмет кресло, и по мне грядет. Слышим мы сегодня за обедние, потому что нынешняя неделя о воздвижении. И как мы с вами уже говорили, не сразу и не вдруг. Но в течение некоторого важного времени Господь нас останавливает через чадолюбивую Матерь Нашу Церковь Православную. В лицезрении Христа, как вы видите, посредине Церкви лежит, предшествует этому определенное чтение и определенное богомыслие. И после воздвижения останавливает нас в благодать Божию, чтобы мы умом своим замедлили, замедлили течение нашей земной жизни. Иже хочет по мне идти, да отвергится себе, и возьмет кресло, и по мне грядет, Иже Бог хочет душу свою спасти, погубить ее. Здесь речь о душе, обо всем душевном, что любит душа на земле. Если будет стремиться удовлетворить свои все душевные желания, всю жажду свою стремится утолить. Неизменным, конечно, жажду, чувственным удовольствия и развлечений, чтобы душа, как говорится, ушла в кожу, тот погубит душу свою. Потому что свойственно нам, грешным людям, ощущать жизнь и делать душу, как бы таким чувствилищем, вместилищем земного опыта, как сейчас модно говорит. А Господь нас призывает совершенно к другому, отвергнуться этого самого земного опыта, земных наших представлений душевных, земных фантазий, тоже душевных мифов различных. Отвергнуться чувственных наших воспоминаний предприятий, о чем мы молимся всегда, отходя ко сну многих и лютых воспоминаний предприятий для Святой Богородицы, чтобы избавил нас. Словом сказать, от всех земных надежд по плоти, которыми питаем мы свою душу, которыми связываем свою душу, впечатления, удовольствия. И призывает нас Господь, взявший крест свой, отвергнуться и не возлюбить душу свою, но погубить душу свою. Так и сказано в Евангелии. Погубить душу свою означает поставить на себе крест, а именно на своих самых вожделенных, самых своих взлеленных, мечтах или основанных на переживаниях, и остаться обнаженным душой, хотя бы кровоточащим, но совершенно не знающим, что с нами будет, не доверяющим, не предчувствуемся, не интуиции своей. Не многие на это способны, да и никто на это не способен. Только благодать Божия, укрепляющая душ, делает ее способным, как мученики, которые отвергались, и жен своих, и детей своих, и себя самих. По любви к Богу, и по любви к этим своим близким, которым Бог дал жизнь, и Бог о них и промыслит. Такую мысль они имеют, что они не больше Бога, который дал им жизнь, Бог даст им, и все, что потребно, и промыслит о них. Это и означает отвергнуться души своей, отвергнуться ради Христова. Но вот что удивительно, Господь говорит, что никто не войдет в Царство Небесное, если таким образом не отвергнется самой души своей. Какая же высота нам предлагается? И в другом Евангелии, сегодняшнем, неделе 14, неделе уже 15, простите, это Пятидесятница, Господь отвечает законнику на вопрос, какая учитель заповедь большая в законе? Просто, кротко и смиренно Господь говорит, Ежи, возлюбишь и Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею мыслью твоей, и всею крепостью твоей, и всею душою твоей, все есть первое и большее заповедь. Видите, что у Господа не все равно, не все одинаково, но порядок есть. То есть не все едино у Бога. И у нас на земле, кто перед Богом живет и душу свою хочет, не должно быть тоже все едино. Но должен быть порядок. Первое на первом месте и иерархия. Остальное на своем месте. Есть первое и большее заповедь. Второе же говорит подобное ей. Возлюбишь и ближнего своего, как сам себе. Видите, что это две разные любви. Любовь к Богу. Это первое и большее. А любовь к ближнему другая. Но тоже заповеданное Богом. И тоже обязательное. И в отношении к Богу требуется. Любить его всем сердцем, всей крепостью, всей мыслью своей. А ближнего не требуется любить. Всем сердцем своим, всей крепостью своей, всей мыслью своей, всей душой своей. Господь этого не говорит. А говорит ближнего, как сам себя. Почему? Потому что достаточно ближнего любить, как самого себя. В отношении ближнего не приходится размышлять о тайнах заключенных в этом ближнем. Вот в чем дело. В отношении ближнего не требуется исследование в понятиях каких-то раздельных. Что это такое, кто это. Нет, не требуется, как нас сейчас подбивают со всех сторон, подменить богословие, которое требует богомыслия, размышления. И уединение великого. Чтобы любить Бога, братья и сестры, нужно иметь о нем понятие духовное. И поучаться в законе Господнем день и ночь. А чтобы любить ближнего, этого не требуется. Достаточно, как сам себя. А себя мы любим. Вовсе не впадая в какие-то самоисследования. Наоборот, они запрещены. Ни в какой психоанализ мы не впадаем, мы не должны. Ни в какую рефлексию не впадаем, и не должны. Некоторые пишут, что человек это тайна, а какой-то тайне человека нет. Человек никакой тайны из себя не представляет. По крайней мере, перед Богом. Это создание и творение Божие. И этим все сказано. А тайна благочестия великое сокрыта на небе. Вот она представляет, братья и сестры, великий предмет поучения. Так что нам жизни не хватает поучаться. Но сейчас все у нас, к сожалению, с ног на голову поставлено. И все чаще слышишь наоборот. Что богословие не нужно. И можно сравнить это с тем, как сказал один из наших современных политиков. Кто только не бомбил Сирию, все, кому не лень. Точно так же можно сказать про богословие. Отвлеченное. Догматическое. То есть теория. Кто только не насмехался над ним, все, кому не лень. В 20-м и в 21-м столетии. Кто только не называл русское богословие, в частности. Впрочем, оно не русское, оно православное, святоотеческое, школьное. Синодального периода, например, с холастикой. Кто только не называл его совершенно ненужным теоретизированием, отвлеченным. Именно потому оно и нужно, что он отвлечен. То есть требует от человека подвига, братья и сестры. Отвлечения. В раздельном понятиях и уединения, и устранения от опыта жизни. Потому что оно не совпадает ни с каким нашим опытом. А требует чистой веры. Веры в невидиме. Вот выходит священник с чаши и говорит. Верую Господи исповедуй. Яка ты, если воистину Христос, Сын Бога жива, скажи, что здесь ты можешь предложить изнутри своей души в поддержку этому движению души? Ко Господу из области опыта ничего. Из области переживаний своих ничегошенько. Только одну лишь веру. Верую Господи, и исповедуй. Верую Господи, и помази моему неверию. И куда мы не кинем свой духовный взор? Вот хоть апостол сегодня что-то. Говорит именно об этом. Подумайте, говорит, апеллитет певшим над собой такое. Чтобы уразуметь превосходящую силу любовь к Христу, к чему сегодня призывает нас заповедь о боголюбии. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Заповедь о боголюбии, братья и сестры. Боголюбие ныне почти запрещенное слово. Ты не услышишь о боголюбии сегодня нигде. Хотя преподобный Серафим называл. Ваше боголюбие, говорил, обращаясь к народу. На каких миссионерских сайтах, скажи, ты увидишь или услышишь о боголюбии? Или о богоугождении? Нет. Ты увидишь и услышишь о богословии общения, об опыте, о том, что православие это жизнь, то есть земная жизнь. В ее переживаниях, в ее земном течении. Но опыт духовный, он весь там, на небе. Здесь его нет. А если дает Господь благодатью своей, прикасаясь к нашим душам, непостижимо, воистину, то мы не можем это ни удержать, не уяснить иначе, как с помощью православного школьного богословия догматического, об искуплении, о грехопадении Адама. В чем любовь к Богу? В том, что он перетерпел крест, будучи сыном Божьим. В том, что он умалился за рак раба приема. В том, что он не восхищением ни в чьего быть равным Богу. Сын Божий. И при этом привел себя убийцам на заплевание и заушение, и крест и смерть, и поношение, и страшные страсти перетерпел за спасение мира, чтобы выкупить нас из-под власти греха, дьявола и проклятия. И исполнил на себе праведный приговор кровосудия Божия, тем самым нас обезвинив и обелив, и оправдав перед Отцом Небесным, сделав нас наследниками и правоприемниками своей победы. И это и наполняет нас дерзновением, радостью, благодарностью и любовью. Только это. В этом-то и надобно получаться. Это вполне конкретные и единственные источники, через которые душа получает благодать. Как бы пригвождая себя гвоздями к этим точкам мысленным. Получает благодать боголюбие. И какое место Писание не откроешь, всюду призывают нас к этому. Дорогие братья и сестры, поклоняюсь ныне Христу Божьей. Будем искать перед Богом уединение для поучения в этом законе любви Божией. Чтобы уразуметь, как говорит апостол, превосходящее разумение любовь Божьей. Труд непостижимый. Однако же блажен человек, счастлив человек, который привлекается этой любовью Божьей. Или смотрит на икону Спаса рукотворного, или смотрит на крест. Даже есть человек неграмотный, как это было в прошлые века. И понимая, кто изображен, припоминая то, что он слышал за обедние в церкви, или те песнопения, которые дошли до его сердца, осознает, кто на кресте поражен за него. И от этого до самого сердца поражается. ум от ума уже и сердца поражается. Ответная любовь. И если любите меня, говорит, заповеди мои соблюдите. Заповеди Божии, дорогие братья и сестры, мы начинаем исполнять только по любви к Богу. Не по другой какой причине. Не потому, что это наша потребность, естественно, не потому, что у этого есть какие-то оправдания в этом мире и хорошие к этому предпосылки. Если кто заповеди исполняет, например, у того дети хорошие, тому жить легко, тому хорошо. Нет, не поэтому. Не поэтому. только из-за крестных страданий мук и смерти на кресте и воскресенье и вменения нам этой своей победы Господа нашего Иисуса Христа. Но где такая душа Боголюбивая, где такая душа глубокая, глубокая душа? Не измельчали ли наши души? А почему они измельчали? Потому что ищем удовлетворить того, что они хотят в этом мире. Хотя чрево Матери душа ищет единого на потребу. То есть вечная жизнь. Вечная жизнь не может быть продолжением здешней жизни. Нет. Вечная жизнь это не продолжение течения нашего по реке житейского плавания. Вечная жизнь достигается только через крест и восходом на небо через страдания ради Христа и исполнения его заповедей. Поэтому Господь говорит «И же хочет по мне идти и же хочет вечной жизни да отвергнется себе и возьмет крест свой». Мужество стало быть требуется мужество и подвиг. Да не мы боимся этого подвига дорогие братья и сестры и не мы боимся ничего ж. С праздником вас дорогие братья и сестры Аминь. Продолжение следует...